И так, ну что ж, Арияру, мои маленькие любители, покушайте квадратные шоурумы. У микрофона, как всегда, ваш покушенный слуга Мамору, и мы продолжаем проходить этот великолепный и чудесный мир квадратного Майнкрафта. За кадром, как я, в принципе, люблю это говорить и всегда об этом говорю, произошли какие-то колоссальные изменения. В частности, я, как и говорил, я восстановил себе полностью броню, восстановил себе еду, сделал себе чармы, зачаровал их по максимуму. Чармы у меня сейчас, получается, против огня, против отравления от визера и против падения в пустоту. Ну, в общем, те, которые мне рано или поздно выпадали с различных лутбоксов. А также я провел какое-то время в этом мире и успел нафармить гигантское количество вот этих вот гроу-кристаллов, грубо говоря, которые позволяют мне копить таким образом гигантское количество звезд из Незера. Мне, наверное, будет безумно сложно посчитать скорость, с которой производятся, в принципе, сейчас эти звезды, но я думаю то, что скорость безумно большая. Учитывая то, что этих гроу-кристаллов мы можем поставить здесь еще побольше, скорость будет неприличной, просто гигантской. Также за кадром я продолжал немножечко развиваться, сделал себе гигантское количество этих самых суперских яблок, которые мне и помогут убить того самого босса, с которым они исправились в прошлый раз. Ну, а вернее, исправились, но не так эффективно, как это хотелось бы. Берем немного строительных блоков и отправляемся вот в это изменение. Вот у нас та самая локация для призыва этого самого босса, и самое время рассчитать здесь побольше территорию. Более-менее я себе от деревьев территорию освободил, а значит время эту территорию как-то облагородить. Я так понимаю, место и центр спавна это именно вот этот блок. Хорошему сделать несколько слоев так, чтобы это все было более-менее благоразумно. Как-то так выглядит моя будущая арена. Крашу я призывалки для этого босса. Две штучки для боссов, двух штук, пока что хватит для теста. Призываем. Ага, заспаунился он, значит, где-то примерно здесь. Можно будет даже арену подуменьшить в будущем, но не важно. Прима убийства. На самом деле, вариант убийства вот этого босса таким вот способом было легче, чем в предыдущий раз. Я предлагаю как-то подуменьшить немножечко арену, чтобы он от меня не бегал. И попробовать его убить сейчас еще раз. В любом случае, мне нужно еще фармить эти самые сердца. Призываю. Ну все. Такого маленькой клетки вообще у меня не было ни одного шанса. И успешно он упал. Впервые, по-моему, за много раз он использовал именно взрывные стрелы, что для меня, в принципе, было новинку. И даже было забавно. Но, к сожалению, мне выпало всего лишь 8 сердец. А вот, кстати, хороший вопрос. Я не помню, у меня были ли еще сердца. Я же в прошлый раз тоже, в прошлой серии, убивал босса. Выпали ли мне там сердца? Нужно сейчас пройти домой и проверить. Но перед этим я предлагаю набить еще немножечко вот этих вот душ. Которые мне в любом случае понадобятся для постройки портала. Ну, примерно у меня 2 стака. Я думаю, этого количества хватит. Я вернулся домой и успешно обнаружил то, что некоторое количество сердец у меня все-таки есть в МЕ-системе. А значит, я могу скрафтить рамку для портала. 10 рамок успешно были скрафчены. И идем размещать этот портал. Успешным образом я его здесь размещаю. Но, к сожалению, входить я в него не планирую сейчас. Это будет тема для следующей серии. Ведь на эту серию у меня запланировано немножечко другое. У меня, в принципе, есть 2 вещи, которые я должен был сделать. И должен был сделать достаточно давно. Для начала я должен был сделать вот это вот ангельское кольцо. Которое мне позволит приобрести способность креативного полета. Ну да, в принципе, эта способность есть у меня и сейчас. Я могу и сейчас креативно летать. Но! Это обилка моей брони. И если я буду себе крафтить другую броню, а я себе буду крафтить другую броню, то эта обилка у меня с большей вероятностью пропадет. Тогда и будет меня спасать это ангельское кольцо. Крафт у него достаточно простой. Самое сложное, в принципе, и основное, что для него нужно, это монстры, которые у нас помещаются в лассо. Один из монстров это сквид. Курица. Также летучая мышь. И газ. Ну, в принципе, все те летающие монстры, которые имеют возможность летать. Мне для подготовки к определенным крафтам нужны были курицы. Поэтому курица у меня уже здесь есть. Это замечательно. Но других мобов, к сожалению, у меня пока что нет. В любом случае, мне нужно будет скрафтить хотя бы одно лассо. Правая кнопка мыши по курице. Замечательно. И первый крафт у нас успешно завершен. Это получается то же самое, практически кольцо. Но с учетом того, что оно самое очень слабое. Следующим монстрам, получается, мне нужен спрут. Ну, чтобы найти спруту, в принципе, никаких нет проблем. А вот со следующим, наверное, монстрам будут какие-то проблемы. В плане его поиска. Нам нужна летучая мышь. Где ее найти? Ну, в принципе, можно найти в шахте. Для этого мне нужна, как ни странно, шахта. Будет проблематично. Вот возле меня, когда не нужно, этих летучих мышей толпаю буквально. А сейчас, когда нужна хотя бы одна, нет ее. О, привет, привет, привет. Мышка. Опа. Все, поймали. Далее. Идем домой. Но прежде нам нужно еще кое-что забрать. Последнюю деталь, которая нам тоже, несомненно, понадобится. Это Drop of Evil, которая у нас с некоторым шансом падает с, получается, вот этих самых скелетов-сушителей. И вот эта частичка, которую я здесь забрал, она также нам очень сильно понадобится. Следующий уровень кольцо полета Твидварда я тоже получаю. Но это кольцо тоже не дает креативный полет. Оно дает псевдо-креативный полет. Но уже что-то. С помощью вот этого частички зла и золотого лассо мы крафтим проклятое лассо. И это проклятое лассо нам нужно для того, чтобы поймать в него гаста. Для этого нужно отправиться, как ни странно, в ад и найти этого самого гаста. Надеюсь, поиски не будут слишком долгими. А... А нормально то, что я прилетел сюда, а у меня портал как бы пропал? У меня с собой зажигалки никакой нет. Прикольно. А как выходить, чтобы я отсюда выбирался? А вот и гаст, привет. Мне пишут, что я не могу его поймать, потому что у него слишком много здоровья. Надо его поднабажить. Все, мы его успешно поймали. А вопрос с тем, чтобы как зажать мне портал, остается открытым. У меня с собой нет ничего, что могло бы мне это позволить. О! Ха! Спасибо, гаст! Я ожидал, что ты мне поможешь. Главное, не затуши его обратно. У нас все готово для того, чтобы скрафтить ангельское кольцо. Ура! Так, и по идее мы можем какой-то аксессуар добавить к нему. Чтобы, допустим, демонические крылья были. Ангельские крылья. Мне вот эти вот нравятся. Крылья летучей мыши, что ли, или что это такое? Да, посмотрите, какие у нас прикольные крылышки. У нас как бы есть полет, но это полет из-за брони. Если, допустим, я сниму от брони, сколько я пробьял, не нажимай, все равно летать я не смогу. А все потому, что вот это вот ангельское кольцо, как ни странно, требует ГП-энергию для полета. Самый простой мне известный способ получить эту ГП-энергию, скрафтить вот эти самые водяные мельницы. Мне нужен гладкий камень. И этот самый блок, который мы крафтили в одной из предыдущих серий. Засовываем и встаем крутить. И ждем, когда у нас накопится необходимое количество ресурсов. Благодаря вот такому незамосноводному крафту я крафтую свою первую ветряную мельницу. Давайте пока что временно я вот здесь вот это все размещу. По идее, теперь, когда я здесь размещу воду, она начнет генерировать все правильно ГП-энергию. Для того, чтобы она генерировала эту энергию более эффективно, вот уже 8 ГП-энергию она генерирует. Нужно разместить здесь просто больше вот этих вот текущих в нее источников. Но этой энергии все равно не хватает для того, чтобы генерировать вот этот вот грит-блок. И мне придется помогать сейчас немножечко здесь рукой. Мне в любом случае понадобится большее количество этих медниц. Потому что у нас вот это кольцо требует, как ни странно, в себя 32 ГП-энергии. А одна вот такая вот станция позволяет нам генерировать всего 8 единиц энергии. То есть нам потребуется разместить их примерно 4 штуки. Но я бы разместил их большее количество, поскольку точно не уверен в пропорциях из этой модификации. Я понял, в чем секрет. Надо было просто кольцо убрать в инвентарь. И тогда бы не было никаких проблем с количеством грит-энергии. Он не так в себя требует этой самой энергии, чтобы были какие-то у нас проблемы. И даже 8 штучек этой генерированной энергии, в принципе, у нас хватает. Накрафтил я себе вот этих вот гридов чуть больше, чем нужно. Также сделал недалеко от базы именно вот здесь вот яму такую. С небольшим углублением. Таким образом, что у нас здесь везде получается вот такая вот куча вода. Разместив даже один павер-генератор, у нас удается генерировать здесь 12 гридов тик. И таким же успешным образом я размещаю здесь вот по краям вот эти самые грид-генераторы. Чтобы в большем объеме генерировать эту самую воду. Все готово. Теперь у меня получается генерируется гридов 48 единиц. Пробую сейчас я себе взять это кольцо. Снимаю броню и... Да! Работает! Посмотрите, мы летаем. Креативный полет без брони. Просто за счет нашего кольца. Да, замечательно. Сейчас буквально капелюшечку навести здесь марафета для того, чтобы это все выглядело более-менее эстетично и красиво. Вот так вот теперь у нас это все выглядит безобразие. И замечательно. И последнее получается то, что я хотел сделать на эту серию, это найти эндер. У меня здесь есть небольшое количество теперь этих эндер-глаз, благодаря которым начинаются ванильные поиски ванильного измерения в эндер-край. Примерно где-то здесь у нас начинает это око летать туда-сюда. Предлагаю копать вниз. А вот и крепость. Здесь в сундуке я нашел прикольный плод Коруса, который позволит мне, если я его съем, обрести способность ГМ-3 на некоторое время, что позволит мне с большей вероятностью найти вот этот самый рамок портала. Размечаем око. Я только сейчас обнаружил, что эта комната абсолютно изолирована. Смотрите, здесь глухая стена, то есть при всем желании, другим способом я просто бы не нашел этот самый портал. Прикольное наблюдение. Ну а мы прыгаем в измерения. Вот мы здесь. Привет, дракон. Что-нибудь интересное изменилось с добавлением здесь модификаций? Ну, я вижу эндерменов, вижу еще какие-то странные головы. И с вас, интересно, много что падает, да? Где твоя драконья жопа? Идем сюда. Ну, вот и все. Не самое долгое, не самое страшное сражение. Из него я самое классное получаю вот эти вот вещи, которые мне, в принципе, здесь были нужны. Именно для них и убивал, в принципе, этого самого дракона. То есть его чешуйки. Причем из двух разных модификаций. Получается, из мистикал-агрикультуры с помощью его чешуек я могу сделать имена, с помощью которых я смог бы получать яйца эндер-дракона. Это безумно классно, но мне нужно другое. Мне нужны вот эти вот самые чешуйки из Тинни Прогрешн, с помощью которых я смогу скрафтить суперскую броню. Допустим, для примера, вот этот вот чешплей дает 12 и 20, то есть защиты и, получается, неприбиваемости. Я не знаю точно, что это значит. А мой чешплей дает 9 и 1,5. Понимаете, какая большая разница между этими двумя типами брони. Поэтому я и хочу сейчас ее скрафтить. Поскольку, если меня вот эти вот текущие боссы из дивана просто с легкостью разносят, то что же будет дальше и как мне дальше будет туго. Я думаю, мне сейчас еще парочку раз придется вызвать этого самого дракона. И также еще парочку раз его убить. Благо, что я захватил с собой немножечко эндер-кристаллов. В общей сложности мне понадобится примерно 24 чешуйки. Надеюсь, что получится ее рано или поздно зачаровать и все у нас будет прекрасно и замечательно. Ну а я остаюсь наедине с драконом, чтобы его убивать. Ой-ё. А такую штуку я не ожидал. Ааа, как же я тупо сделал. Чем? Зачем я поспешил? Ну зачем? Кто-нибудь объяснит мне? Никто не объяснит. Хорошо, что это не то изменение, где у нас может все просто пропасть с большой вероятностью из-за того, что там везде получается пустота. Да, это было максимально тупо. В принципе, вот я сейчас подбираю вещи, и пропасть тут была недалеко. Так что с большой вероятностью могло что-то улететь туда. Было бы очень некрасиво, если бы так в итоге получилось. По какой-то причине я собрал, кажется, не все. Или все? Нет, все я собрал. У меня замечательно ничего не исчезло. Все, пошлите мстить дракона. Бам, 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 бам. Все, дракон повержен. С него выпала частичка дракона. Что это? Что? А остальное где все? Ага, вот оно. Стоп, что? Мне чешуек с него не выпало? Что-то бред какой-то. Почему так-то? Зато выпала частичка. Что это такое? Ага. Мы можем с помощью них проапгрейдить элитру. Но зачем, если у меня есть креативный полет? Странно то, что с него не выпало чешуек. Давайте сейчас попробуем еще раз убить. Если не выпадет, то это очень странно. И нужно будет что-то придумывать. Я нашел новую тактику и способ его убийства. Достаточно эффективно, я вам скажу. Все, готово. Кроме опыта, опять ничего не упало? Да что это такое-то? Как так-то? Снова частичка, да, упала. Может быть, просто все идет на спаун и падает все это в портал? Но это очень странно все. Нет, на спауне нет этого. А, я прошу прощения, а как тогда мне лутать все это безобразие? Я все перепроверил. Вот несколько раз все облетел, где мог умереть этот дракон. И нету нигде этих самых частичек самого дракона, который падает с дракона. У него упали только драконьи частички, которые используются в элитрах, но это как-то бред. Или это типа намек, что я не могу скрафтить всю броню из дракона. Хотя тут написано, что фулл сет дает полет. То есть, якобы можно скрафтить фулл сет. Но почему нам не дает возможность игра, я не знаю. Если у вас есть свои догадки, то, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Я попробую, конечно, за кадром решить эту проблему. Возможно, я решу эту проблему своим методом. Ну, а точно вы узнаете уже в следующей серии. Ну, а пока на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амуру. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok